Молния – мощнейший электрический разряд, который обладает высоким напряжением в несколько миллионов вольт и очень высокой температурой. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, повреждение внутренних органов, остановку дыхания и сердца. Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, необходимо придерживаться определенных правил поведения во время грозы. Молния всегда бьет в самую высокую точку, а также притягивается к металлическим предметам – цепочкам, часам, зонтикам и ключам. Если гроза застала вас на открытой местности, спрятаться можно во враге, канаве или любом другом углублении. Во время грозы ни в коем случае нельзя оставаться на берегу, продолжать рыбачить или плавать. Вода хорошо проводит ток. Радиус распространения удара молнии вокруг водоема – 100 метров. В условиях города спрятаться от грозы можно в любом ближайшем помещении. Если рядом ничего не оказалось, переждать дождь допускается под деревом. Главное – не самым высоким и не единственным в округе. К линиям электропередач приближаться категорически запрещено. Дома необходимо закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, чтобы пресечь возникновение сквозняков, притягивающих шаровые молнии. Дома не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов – на крыше или на чердаке. Мобильным телефоном во время грозы пользоваться опасно. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, закройте все окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите грозу на обочине или на автостоянке, но подальше от высоких деревьев. Велосипед или мотоцикл нужно оставить на земле и отойти от них на расстояние не менее 30 метров. В лесу не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, не располагайтесь у костра. Столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. В лесу наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев. Если вы на улице, помните, нельзя приближаться к линиям электропередач или высоким деревьям, стоять рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом. Пострадавшего от удара молнии необходимо транспортировать в безопасное место, положить на бок и вызвать скорую. При наличии у человека ожогов снимать с него одежду не стоит, лучше расстегнуть сдавливающие элементы. Если пострадавший находится в сознании, допускается дать ему обезболивающее средство.